ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. Мы здесь на щели, что в принципе палец взрослого мужчину спокойно проходит. Я там чувствую стену. Если засуну палец вот в эту щель, то там просто полость. Щели толщиной в палец, плохо заделаны швы, да и сами рамы поставлены неправильно. Ведь где-то даже створки не открываются, говорит Денис Степанченко. Новые пластиковые окна в его доме на проспекте Ильича, 8А, недавно установила бригада строителей. После окончания работы у мужчины появились вопросы к качеству работ и к профессионализму рабочих. Вот отсюда, видно, вода стекать не будет. Будет затекать между оконной конструкцией и отливом, стекать в плиту, и когда будет заморозки, будет просто разрушение плиты идти. Установка пластиковых окон в доме 8А на проспекте Ильича проходит в рамках долгожданного капитального ремонта. О грехе при монтаже конструкции Денис заметил сразу и потребовал устранить недочеты. Я строитель, и сразу издалека вижу, в чем начинаются косяки. Ну и в принципе в этом доме жить мы очень сильно ждали капремонта и переживаем за то, как делается. Переживают не только по поводу окон. Жители дома высказывают претензии и к качеству других работ. Например, отделки здания. Видите? Вот так вот идет. Это плохая работа? Это плохая работа. Сверху, да, снизу, если смотреть, нормально. А если сверху посмотрите на их работу, конечно, это бардак. Это 30 лет ждем капремонта. Плодим деньги. Не устраивает горожан и аккуратность выполнения работ. Мол, вся пыль оседает в квартирах. Мне было непонятно, почему не были заклеены окна. Вот я смотрю на другие фасады. Сразу устанавливают леса, заклеивают окна. То есть вся пыль летела в окна. Невозможно было даже щелку открыть. Правда, в защиту строителей местные жители добавляют. Например, отопление сделано качественно. И все же замечаний больше, чем плюсов. Особенно, что касается установки окон. По этому поводу на днях собиралась комиссия. Позвонил в фонд капитального ремонта. В фонд капитального ремонта собрал комиссию. Приехали представители фонда из Екатеринбурга, из Перуальска. Были представители подрядчика. Мы обошли все окна, составили акт по всем недочетам. Представители фонда капитального ремонта проанализировали ситуацию и дали ответ. Устранят замечания до конца лета. По их словам, дело в том, что дом номер 8А по проспекту Ильича – это нетиповая постройка. Возводился он по особому проекту. Таких домов в Перуальске всего два. И оконные проемы в них спроектированы нестандартно. Оконные проемы, они точно так же были планированы индивидуально. То есть сейчас разрабатывается техническое решение, вернее, согласовывается техническое решение по выполнению узла устройства в этих оконных проемах. И буквально сегодня-завтра организация приступит к выполнению работ. Все работы подрядчик выполнит за свой счет, заверили в фонде капитального ремонта. Там же отметили, о всех недочетах и замечаниях в работе нужно сообщать по телефону горячей линии. Кристина Сепьева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.